Панимунский детский дом к праздничному представлению готовился основательно. Яркие огни, сказочно убранный зал, веселая музыка, нарядная красавица-елка и преобразившиеся до неузнаваемости воспитанники. Все говорило о том, что новогоднюю сказку здесь ждали с нетерпением. Сегодня в Панимунском детском доме проживает 49 ребят. Председатель Гродненского облсполкома Владимир Кравцов поздравил воспитанников с наступающим Новым годом. Чтобы ребята больше знакомились с миром, были в курсе интересных событий, он подарил им мультимедийную установку. У нас очень хорошая традиция канун Нового года посещать благотворительные различные акции, устраивать новогодние представления, елки. В первую очередь, конечно, бывать в детских домах, в приютах. И встречаться с детьми, проносить им раду, подарки. Я думаю, это приносит большое удовлетворение для любого руководителя, чиновника, когда ты пообщался и сделал, видишь, приятное вот этим малышам, которые нуждаются в частности вот в этом детском доме, вот в нашей опеке и государственной заботе. В новогоднем представлении приняли участие и сами воспитанники. Ребята на протяжении трех недель учили текст, оттачивали артистизм, занимались постановкой речи. Им были отведены одни из главных ролей. Яркие звездочки, два мальчика друга Святослав и Ярослав, похищенный мешок Дедушки Мороза, все ребята отлично справились с заданием. Снежной королеве так и не удалось завладеть сказочным королевством. Новогоднее представление закончилось хороводом вокруг елки. Вместе с ребятами танцевали и почетные гости. Каждый из воспитанников Панимунского детского дома получил новогодний подарок и хорошее настроение. Алла Внучко, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+.